Привет! А вы знаете, что российские пропагандисты, они же российские информационные войска, фактически проигнорировали вот этот дебильный опус Дмитрия Медведева, который он вчера опубликовал в газете «Коммерсант». Почему я говорю «дебильный»? Ну, это терминология самого Медведева, который, по сути, сейчас в России лишен власти и занимает должность свадебного генерала, заместитель секретаря Совета Безопасности. Но время от времени в перерывах созванивается с Медведчуком. О нем мы, конечно же, поговорим. Так вот, с его статьей произошла одна интересная метаморфоза. В ней исправили грамматические ошибки. И, наверное, поэтому можно даже судить, насколько эти ребята владеют, в принципе, украинским вопросом и понимают, что происходит у нас в стране. Значит, смотрим на экран. Вчера на сайте издания «Коммерсант» был вот такой эпиграф. Три грамматические ошибки. Прошло немножко времени. Сегодня наутро они вот исправились. Возможно, консультировались у Азарова. Он у нас большой знаток украинского языка. Ну, или у Януковича, в принципе. Почему бы и нет. Но, по сути, про этот текст не упомянула российская пропаганда от слова никак. За одним исключением этот вопрос был поднят у вечернего Соловьева. Некоторые его называют мудозвоном. Сам же он себя считает левитаном. А в Украине многие считают его гебблисом. В общем, пишите в комментариях, что вам нравится больше. И подписывайтесь на мой YouTube-канал. Так вот, товарищу, о котором я только что сказал, не понравился вывод Медведева. К которому, конечно же, подлезали, что он такой большой начальник. Хи-хи. Безвластие. И вот сам Дмитрий Анатольевич задается вопросом, что делать в этой ситуации. А ничего, пишет он. Нужно дождаться появления на Украине. В Украине. Вменяемого руководства готово выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией. То есть, они ждут избрания Медведчука. Но пусть ждут. Так вот, с этим тезисом, что надо ждать, конечно же, Соловьев не согласился. Потому что, как только ты говоришь с такого уровня, что делать, ты моментально даешь возможности контр-игры. Поэтому, да, делать, да, многое, но не анонсировать. Будем надеяться на хитрый план. Нет, просто, если это говорят люди с такого уровня ответственности, это уже набор обязательств. Кстати, я в данном случае с Соловьевым согласен. Они ничего ждать не будут. Они будут давить там, где смогут. То есть, война, энергетика, политика, международная сфера. Ну, короче, по всем фронтам. Как было эти предыдущие годы. Видите? То есть, оправдываются. Говорят, что нет-нет, есть хитрый план, как уничтожить Украину. Она замерзнет. Вана с банкратией. Дефолт. Что там? Отсутствие спутника. Ну, в общем, страшилок мы слышали в свой адрес очень много. На практике что? Украина была и и будет. И, кстати, да, подписывайтесь на канал. Так вот, что нам тут еще рассказал главный генералиссимус российских информационных войск? Нельзя на определенном уровне давать врагу знать твои планы. Я согласен с вами. Ну, представляете себе, 14-й год. Взяли бы, озвучили стратегию. Стратегию какую? Любую. Она озвучила... Это стратегия вторжения в Украину. Да, у нас многие тогда не могли в это поверить. И я, кстати, в их числе. Но ученики из нас неплохие, а из них очень хорошие учителя. Ведь за этот урок заплатили тысячами жизней украинцы. Об этом не надо забывать. Россия никогда... Вот медведь нападает без предварительной мимики. Медведев? Медведи. 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 Нападают без предварительной мимики. В современном мире нападения не происходят одномоментно. В современном мире такого рода действия, они не происходят сходу. По просьбе сирийского правительства. Ну, Сирию оставим. Хотя интересно они сформулировали. Нападение на Сирию по просьбе сирийского правительства. Тут вот как раз вот этот вот тезис о том, что медведь нападает без мимики. Это говорится о том, что никто никого предупреждать не будет. Поэтому нужно быть всегда к этому готовым. А пока, пока миссия сформирована или сформулирована вот таким вот экстравагантным способом. Ни одну большую политику с четким сказанным, а вот здесь будем делать так-то, 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 особенно когда есть мощное противодействие, не публичат. Это просто невозможно. На самом деле за это идут в тюрьму, потому что это озвучивание государственной тайны. План нападения есть, но он просто секретный. И Владимир Рудольфович его знает, но никому не скажет. Хотя, какая же там миссия России? Давайте уже, пора раскрывать главный военный секрет. Стратегия наша простая и ясная. И она состоит в том, что защищать русских на всем земном шаре. Да, аппетиты, конечно, мы им поумерили с 2014 года. Тогда они хотели защищать русскоязычных. Теперь только русских. Я так понимаю, речь идет все-таки об этнической составляющей. Ну, Владимир Рудольфович, он еще тот защитник. Но тут важно, с кого же они хотят назначать. И этот русский, это Виктор Медведчук. Именно ему были посвящены основные эфиры российских пропагандистских войск накануне. О его судьбе печалится Оля и другие. В Киеве, возвращаясь к истории, с Медведчуком. Медведчуков вручили ходатайство генпрокурора об аресте или залоге в 1 миллиард гривен. Это 38 миллионов долларов. Председатель полицсовета партии ОПЗЖ сейчас под домашним арестом. А по закону суд не имеет права менять меру пресечения на более тяжкую. Но это же Украина, страна, где возможно абсолютно все. Страна возможностей. На момент записи этого видео на решение суда о мере пресечения еще нет. Но пожелаем Виктору Владимировичу справедливости. А то, согласитесь, как-то странно. Сами тянут нас в Россию, а когда запахнет порохом, жареным, или у них начинаются проблемы на работе, то они почему-то сразу бегут в Европейский суд по правам человека. Решение которого сама Россия может признавать, а может не признавать. Но они настолько распереживались за судьбу Медведчука, что, о ужас, оказывается, Медведчуку-то нечем платить залог. А виноват в этом кто? Правильно, Зеленский и компания. Киев на связи Украина. Вы слышите, Илья Владимирович? Да, я вас прекрасно слышу. Именно Медведчук сейчас пришел к угрозе действующему режиму. Именно своей позиции, своей партии, своим профессионализмом и желанием достигнуть мира. Про желание достигнуть мира мы все знаем. Виктор Владимирович поздравлял Медведева с победой Единой России. А выборы они проводили на территории оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей. Части этих областей. Это понятно. Вы, оппозиционные политики, ждали того, что власть предпримет новый виток репрессий по отношению к лидеру украинской оппозиции. Но хочу вам искренне сказать, что это настолько заставляет внести череды и добавляет мотивации бороться. Очевидно, Киева после этих слов сразу отправился в спортзал. Ну, бороться, стараться и так далее. Хотя, что там мы услышали? Лидер оппозиции? Медведчук лидер оппозиции? Может быть, у вас такая задача была, чтобы Медведчук стал лидером? Может быть, под это дают в Кремле бабки? Под лидерство? А никакого лидерства нет. И сколько, как упаковали под домашний арест Медведчука, прошло времени? Много. Я не вижу, чтобы этого лидера оппозиции хоть кто-то хотел спасти. Где народные волнения? Вы же любимчики украинцев, да? Отражаете чаяния украинского народа? А всем на Медведчука почему-то насрать. Удивительно. Может, потому что кто-то пишет дебильные статьи, а кто-то внутри страны, на основании вот этих вот тезисов, этих дебильных статей, проводит дебильную политику. А результат какой? Ну, что ж. Хорошо. Смотрим дальше. Почему я говорю о том, что если так будет продолжаться, то придется россиянам сброситься? Нет. В данном случае ни на Крым, ни на Сирию, ни на Донбасс, на Медведчука лично, чтобы оплатить его долги перед украинским государством. Потому что денег у Виктора Владимировича, как выяснилось, просто нет. Нет. И об этом говорят и жалуются в российских эфирах. Жалко вам Медведчука? Пишите об этом в комментариях. Какой залог они определили для Медведчука? 38 миллионов долларов. Но перед этим они же арестовали все имущество, заблокировали счета. То есть они человеку сделали безвыходную ситуацию. Даже имея деньги, он не может этими деньгами распорядиться. Что же делать? Переводы сейчас из Москвы напрямую запрещены. Но да, я считаю, что Оля должна огласить или объявить сбор денег, миллиард гривен в пользу Виктора Владимировича. Потому что на этом акцентируют внимание не только Оли Скобеевой, а и ее подчиненные, но те, кто в этой пищевой цепочке российской пропаганды значительно ниже. Это же самый большой выкуп, который предлагает украинская карательная система. Ситуация патовая, ведь Киев выдвигает заведомо невыполнимое требование. И дело не только в баснословной сумме. Дело в санкциях, которые решением Совета национальной безопасности и обороны наложены на активы Виктора Медведчука. Перевести деньги со счетов невозможно. Бедный Виктор Медведчук. Зеленский совсем распоясался. Если так пойдет, то пророссийский электорат у нас будут представлять совсем другие люди в стране. И эти люди не будут выполнять волю Москвы, волю Кремля. Ну да, кто-то скажет, что это выбор между липким и мягким. Между говном. Но честно признаюсь вам, что мне украинские бандиты ближе к кремлевского агрессора. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте лайки этому видео. Пишите комментарии. Чего же вы желаете Виктору Владимировичу? Найдет ли он справедливость в украинских судах? Ну и отдельное спасибо моим патронам и патронессам, которые поддерживают YouTube канал с поэтическим названием Роман Цымбалюк. Чау! Украина была, е и бодэ.